14-летний Тимофей в Европе настоящая звезда автоспорта. Только в прошлом году юный спортсмен пять раз был в призах чемпионата Чехии. В этом сезоне уже дважды поднимался на пьедестал. На родине о достижениях Тимофея мало кто знает. Баги в России не так популярен. Да и условий для занятий почти нет. Летом у нас на сегодняшний день ни одной трассы для автокросса нет. Планировали построить на пединституте. Там зимой она действовала. Сейчас она после зимы как все расставила, так трасса заброшена. То есть тренироваться практически в городе негде. Поэтому приходится на картинге. Тренировки проводим не на кроссовой трассе. Баги нечто среднее между картингом и кольцевыми автогонками. У Тимофея два автомобиля. Один здесь в Новосибирске, другой помощнее в Чехии. Чтобы не терять чувство скорости и квалификации, Тимофей за несколько часов до отлета садится за карт. Карты баги, там траектория одна, но на баги езды другой получается. В чем отличие? Быстрее, да? Там и быстрее, там надо ее обязательно, то есть, ну, ставить, грубо говоря, в занос, то, чтобы, ну, пройти поворот. Там же, ну, не асфальт, покрытие. Вот. А на картинге надо это все аккуратно делать, как бы, чтобы без занос, чтобы эффективность скорости сохранить. В спорт Тимофея привел отец. Три года назад юноша сменил мини-баги на взрослый болид и отправился покорять Европу. В прошлом сезоне новосибирский спортсмен по сумме этапов стал 12-м в Старом Свете. На все старты ездить не получалось, слишком затратно. Все расходы покрывает отец Тимофея Николай. За результатами он следит дома и очень переживает. Иногда даже не смотрю заезды, только слушаю, круги считаю. Ну, как бы, очень переживаю. Когда он переворачивается или еще что-то происходит, ну, сердце останавливается на немножко. Ну, потом смотришь, все в порядке. Машину восстанавливаем, едем дальше. Впереди у Тимофея этапы чемпионата Европы. Соперники там старше и опытней, да и болиды у них помощнее. А ведь техника – это половина успеха. На сегодняшний год машину, хотя мы ее всю зиму с помощью чехов, она находится в Чехии. Чехии там помогали, все перестраивали. Но добиться того, что сейчас у лидеров в Европе мы не смогли. То есть это касается, во-первых, веса. Если у лидеров машина весит 380-390 килограмм, у Тимофея она 430 легче сделать не смогли, хотя облегчали ее всю зиму. Задача Тимофея в этом сезоне – попасть в призеры чемпионата Европы. Тогда он выполнит мастера спорта. Все шансы для этого есть. На первом европейском этапе Тимофей стал пятым.